В Южно-Сахалинске прошел Дальневосточный медиасаммит 2.0. Событие объединило медиасообщество всей страны для обсуждения и решения актуальных вопросов в сфере массовых коммуникаций Дальневосточного федерального округа. Сегодня я увидела очень много известных людей, корреспондентов, видеокорреспондентов, блогеров, тех людей, которых мы практически каждый день видим по телевизору, статьи, которых мы читаем в газетах и в новостях. Была очень рада этой встрече. И вообще я очень рада, что к нам на Сахалин приезжают со всей России, ну не только медиа, приезжают туристы и все больше и больше узнают о нашем крае. Медиасаммит начался со встречи участников с губернатором Сахалинской области. Валерий Лимаренко рассказал, чем живет регион сегодня. Я очень рад вас видеть. И мы вашу программу пребывания построили таким образом, чтобы вы не просто поговорили о своих делах, но еще и познакомились как-то с Сахалином и показали несколько проектов. И я, собственно говоря, предложил вот эту нашу встречу приблизительно на час с тем, чтобы проставить акценты по тому, что вы увидели. Участники медиасаммита смогли познакомиться с различными сахалинскими средствами массовой информации, такими как АСТВ, губернаторские ведомости, Сэкарё, Синмун, филиалом ГТРК и многими другими. Мы предлагаем нашим участникам, чтобы они проголосовали за телевидение или интернет. Какому каналу потребления информации они доверяют больше, авторитетности. Кроме того, можно было узнать интересные факты об истории Сахалина и первом губернаторе края, а также увидеть пейзажи сахалинского художника Гиви Монтаквы. Открытием медиасаммита стала пленарная дискуссия «Консолидация общества. Новая российская идеология». Первая рамка – это такой неосоветизм. При этом, ну он где-то скорее неосоветизм даже не рациональный, а эстетический. На протяжении двух дней участники знакомились с медиа Сахалинской области и обменивались профессиональным опытом, а ведущие журналисты страны провели различные мастер-классы. То, что я увидел, то, что узнал сегодня из рассказа губернатора, произвело неизгладимое впечатление. Я понимаю, что через несколько лет это будет Новый Сингапур и даже больше. Потрясающее место, потрясающие люди, замечательный руководитель, который точно сделает из Сахалина один из самых передовых регионов нашей страны. Долгое время медиа-саммит проходил во Владивостоке. В этом году слет медийщиков состоялся уже в одиннадцатый раз и был организован при поддержке Сахалинской области, Союза журналистов России и Агентства по делам молодежи. Олег Завьялов, Степан Скляров. Специально для Восьмого канала.